Прошел необычный брейн-ринг, цель которого – привлечь учеников из глубинки к искусству. Также подвели итоги конкурса среди юных сценических художников. Причем даже профессионалы признались, что им есть чему поучиться у школьников. Модернизация системы здравоохранения на особым контроле у власти. В областной думе состоялись депутатские слушания по вопросу реализации в регионе проекта «Качество жизни и здоровье». В рамках этой программы планируют улучшить качество и доступность медицинской помощи, а также повысить зарплату врачам. На данный момент разработка регионального проекта вышла на финишную прямую. В начале ноября материалы программы должны быть направлены в Москву для экспертной оценки. На страже у честной конкуренции. В управлении Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области прошло заседание общественно-консультативного совета. Главной темой на этот раз стала сфера финансовых услуг. Далеко не все организации в регионе работают честно. Черный список возглавляют страховые компании. Зачастую они заключают договора о взаимовыгодном сотрудничестве с банками. В результате, например, при получении ипотеки от клиента требуют не только оплаты страховки новой квартиры, но и собственной жизни и трудоспособности. Такие условия нарушают закон, считает представитель антимонопольной службы. Фактически человеку навязывают услуги, в которых он не нуждается. Подобные схемы используют и при оформлении автомобильных кредитов. Только в прошлом году на финансовом рынке региона было зафиксировано более 30 нарушений закона о конкуренции. Бизнесменам пришлось заплатить штрафы, общая сумма которых превышает 8 миллионов рублей. На этом у меня все. Продолжайте следить за жизнью Саратовой области вместе с Форпост ТВ. И не забывайте, мы обновляем выпуски каждые 2 часа.